Ледяной дождь и небольшая минусовая температура превратили улицы и дворы города в каток. Коммунальные службы занимаются посыпкой дорог и тротуаров, но не везде успевают справиться оперативно. Пешеходам приходится идти по проезжей части, где лед немного оттаял. Других вариантов не остается. Из-за гололеда люди стали чаще получать травмы и переломы. Как отмечает исполняющий обязанности заведующего травматологическим пунктом поликлиники Бутова-парк, число обращений за помощью с наступлением заморозков выросло в два раза. С наступлением холодов, заморозков несколько спецификов травмы меняется. Она получается больше, как называют в медицине, сезонная травма. Здесь в основном переломы голеностопного сустава, перелом коленных суставов, перелом лучезапясного сустава и плечевых локтевых суставов. Круглосуточный травматологический пункт открылся в Бутовской поликлинике месяц назад. Из Домодеда были у нас пациенты с Москвы, приезжают пациенты. С Уиды этого, в Подольске приезжают пациенты. А если ДТП что-то случится в районе, ближе к травмпункту, тогда независимо от того, откуда они не были, сразу привозят первоначально к нам. Отсюда распределяют больницы по мере необходимости. Кабинеты травмпункта оснащены необходимым оборудованием и позволяют врачам проводить экстренные операции. Мы усилили несколько хирургических профиль, потому что малоэвазивные какие-то методы операции, ушивание, сухожилие, то, что в стационаре делается, если это возможно в рамках травмпункта, и нас хватит материал и все остальное, мы тогда стараемся как-то проводить все процедуры здесь, и чтобы здесь именно в травмпункте было заключение, чтобы пациент отправить домой и по следующим наблюдать. Елена Лобовская, рентген-лаборант с 15-летним стажем, рассказывает, зима – это самая горячая пора в травмпунктах. По травме было 6 человек. По травме это больше, чем обычно? Нет, но они как к вечеру могут, но так у нас бывает по 14-15 человек, но это в среднем. Несмотря на то, что в травматологическом пункте созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи, врачи рекомендуют жителям муниципалитета быть максимально осторожными, передвигаться медленно и носить удобную обувь с рифленой подошвой.